Знаете, в детстве, когда я жила у бабушки, у нас по соседству недалеко жила женщина. Геня её звали. Называли кратко, ну и ласково, наверное, Генька. Имя странное, да, она еврейка была. Ну, её уже давно нет в живых, но она была швеёй. Недорогой швеёй. Почему недорогой? Потому что всё, что она шила, очень быстро рвалось и разваливалось. Поэтому недорогой. Но она очень быстро шила. И поэтому, если кому-то срочно что-то нужно было, все бежали к ней. Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. И, ребят, я в шоке. В шоке от очередного видеоролика. А знаете почему? Ребят, Таджик и Уралочка смотрят каждый мой видеоролик. Представляете? Началось с того, что в кадре они были вдвоём. И вы бы видели, как Сафар улыбался, снимал ниточки с её футболки, платья, халата, сарафана, не знаю. И такая была улыбка. Ну, а вообще-то я и не говорила, что он не улыбается или как-то делает кислую мину дома. Вот на улице среди людей мина его всегда кислая. Ты, Сафар, на улице обними Олю, поцелуй её в щёчку, скажи ей, как ты её любишь. То, что дома, это всё ерунда. Хотя мне вот кажется, да, что он как-то стесняется на улице её. Но то, что дома, да, и смотрит по 50 тысяч человек, то здесь чё-то у него как-то стеснения нет. Ну, потому что, наверное, смотрят его не соседи и смотрят его не люди с их города, которые, возможно, их знают. А люди смотрят совершенно посторонние. Нет, ребят, вас и соседи смотрят. Просто вы, наверное, об этом не знаете. Ну и дальше, дальше, значит, началось объяснение, что всё-таки вот эту вот чёрную-чёрную полосу кружева решили не пришивать. И даже вспомнили про пуговицы. А ведь это я говорила в прошлом видеоролике, что вот эта чёрная-чёрная полоса, это ужас какой-то. И мои же подписчики подтвердили, что как будто гроб напоминает. Ну, правда. И я же говорила про пуговицы, что красиво бы выглядели и пуговицы там, где шов. И на руках что-то можно было придумать на рукавах, да. Ну и что, ребят, сафарку погнали за кружевом. Вообще-то, знаете, кружево это немного отличается от тона платья. Оно какое-то немного с розовинкой. Ну, может, камера так отдаёт. Ну, не знаю. Как-то вот всё равно что-то да не то. Но всё равно, по крайней мере, лучше, чем чёрная. Кстати, дальше сафар показал часы. Представляете? Часы. И показал, что они свободные. Они якобы на руке не давят. Ребят, вообще-то, я только у Уралочки увидела часы прямо-прямо вот на запястье. Обычно часы никто так на запястье не носит. Ежели только... Ну, ремешок свободный. Если кто-то любит, то они, бывает, так на запястье сползают. Но я не видела, чтобы прямо вот так на запястье. Но у неё вариантов нет. Потому что ремешок, походу, сходится только на запястье. Зачем эти часы? Я вот честно скажу, как по мне, да, то они только уродуют её руку. Потому что такое чувство, что прям сжимают, сжимают, сжимают. И, кажется, сейчас треснут, либо сожмут вены. И, как она говорит, что ой, сафар переживает. Да ничего не переживает. Просто видеоролик мой посмотрел и решил объясниться. Кстати, на пуговицы деньги зажала. 500 рублей на пуговицы отдавать, которые я советовала, Оле не стала. Решила пришить вот такую вот бахрому. Значит, весь видеоролик она там показывала, как шила. Сначала в кадр там её попали только её руки и гюст. Гюст. И думаю, ну, блин, что-то она как-то камеру не так установила. Но нет, потом уже на швейную машинку. И понеслось, и понеслось шить да строчить. Короче, как она говорит, мигом, мигом. Да, ну, это для нас мигом. Мы не знаем, мигом не мигом. Она пошила это платье и приговаривала, что кому-то не нравится, кто-то, может, думает, что всё не модно и старинно. Но мне нравится и мне всё равно, кто что скажет. Нет, Оль, не всё равно. Если бы было тебе всё равно, ты бы точно меня не смотрела и не делала так, как говорю я. Да, значит, дальше уже Оля рассказала, что вот ещё она васильковое платье решила пошить и решила сделать пошире вырез. Но потом что-то передумала, решила приподнять. И, короче, уже как она его шила, не показывала. Но также она сказала, что Сафар где-то там лётает по делам у него, оказывается, ещё есть и дела. Ну, а что, с друзьями поди тоже надо встретиться, а может и не с друзьями, а может и с подругами. И поэтому она дома одна, она шьёт. Но людям больше нравится, как они готовят. Людям это больше нравится. Ну, да, только я не пойму эту такую сумасшедшую любовь и смотреть, как человек сам гробит своё здоровье, готовя на плите всё это жареное, пережаренное. И потом, как это всё поглощает. Я не знаю, как это можно так любить своего блогера, чтобы желать ему больше готовить и больше есть. Короче, ребят, как-то так. Ну, дальше Оля нам показала модели, модели платьев, значит. И я вам скажу, ребят, уж вот это вот бледно-розовое, кремовое, пудровое, там, не пойми какой цвет, да, ну, хотя бы оно хоть как-то сидит на ней. Понятно, что это какой-то, да, более какой-то детский фасон, что-то непонятное. Но, по крайней мере, не видно никаких складок, ребят. Когда она одела вот это васильковое, ребят, ну, конкретно видны складки. Видно провисший книзу живот. Это видно. Мне кажется, такие модели ей вообще не стоит одевать. Одевать нужно что-то шире, что-то пышнее. Ну, даже пусть это будет ещё один вот этот вот валан, да, вот эта вот пышная юбка. Но, по крайней мере, будет всё это дело скрывать. Я понимаю, если бы она была хотя бы как мама отличника, да, там, ну, гусеничка, да, ну, ладно, это я так, да, любя, да, уменьшительно ласкательно. Но, ребят, по крайней мере, не так, чтобы виден был просто, до какой степени у неё обвисает живот. И это платье васильковое. Ну, ужас ужасный, как по мне. Его, особенно в люди, одевать точно не стоит. Ну, розовая, пудровая, ну, тоже модель, ну, такое себе. Но, скажу то, что, ребят, сложно, сложно найти что-то интересное, да. Я, по крайней мере, не видела таких магазинов ещё. Так как вы мне писали, что какой у неё там размер 72-й, 76-й. Я ещё не знала, что такие размеры даже существуют. Как для меня, я думала, 58-м и заканчиваются. Потому что давно-давно, когда-то моя мама, она носила 58-й размер. Она весила больше 100 килограмм, когда она ещё работала учительницей в школе. И я помню, это был сначала 56-й, потом 58-й. Потом она занималась спортом, сидела на диете, каталась на лыжах, бегала на стадионе. Да, моя мама, да. И она немного похудела и уже, по-моему, носила 54-52. Потом и в конце концов, сейчас мы покупали ей вот одежду 50-52. И вот я думала, что на 58-м размере вся размерная сетка заканчивалась. Нет, я где-то кое-где ещё видела 60, но я считала, что это уж как для великанов. А 72-76, ну, я не видела таких размеров в магазинах. Ну, наверное, я просто не попадала в такие магазины. Во-первых, меня большие размеры огромные никогда не интересовали, огроменные такие. Ну, во-вторых, у нас город маленький и, ну, тут просто-напросто нет таких размеров. И мне кажется, подобрать действительно сложно. И цены, я думаю, тоже заоблачные на такие огромные там платья, ну, и одежду. Поэтому я хочу сказать, что тратить сумасшедшие деньги и выбрать модель какую-то модную для большого человека тоже достаточно сложно. Ну, поэтому из того, что есть, пусть она даже и что-то не модное шьёт, ну, откупила тряпочек и пошила себе шмоточки. Короче, буду заканчивать, ребят. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, своё мнение. Ну, а я желаю каждому из вас прекрасного настроения, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok